Мы подготовили подборку самых главных и важных сообщений из делового мира, чтобы сэкономить ваше время. Порядка 71 миллиарда тенге выдало государство с момента начала программы микрокредитования в 2011 году. Всего в программе участвовало более 41 тысячи человек. Из них 27 тысяч стали предпринимателями. Ими создано 38 с половиной тысяч дополнительных рабочих мест. В этом году 6420 человек получили микрозаймы. Около 4 тысяч из них открыли свое дело. Из получивших микрокредиты граждан порядка 89% использовали кредиты в сельском хозяйстве, 6% в сфере услуг, 3% в сфере переработки продукции, 2% в прочих отраслях, сообщила министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова. Японская телекоммуникационная корпорация заявила о намерении совместно с бизнесменами Саудовской Аравии основать инвестиционный фонд с капиталом в 100 миллиардов долларов для финансирования проектов в сфере высоких технологий. Одной из главных целей фонда станет поиск молодых компаний, которые в будущем окажут влияние на развитие IT-рынка. Японский гигант вложит совместный инвестфонд 25 миллиардов долларов. Инвестиционный фонд Саудовской Аравии вложит в предприятие 45 миллиардов в течение ближайших пяти лет. Еще 30 миллиардов долларов, как ожидается, добавят другие ведущие мировые инвесторы. За год объем срочных депозитов в Казахстане увеличился на 3,2 триллиона тенге, или на 40%. При этом розничные вклады выросли на 1,9 триллиона тенге, а корпоративные на 1,3 триллиона. Основная борьба между банками в настоящий момент ведется вокруг тенговых депозитов населения. С начала года средняя ставка по розничным вкладам выросла с 8 до 12% годовых. Максимальный уровень предложения для розничных вкладчиков доходит до 15% годовых. Пусть данная информация поможет вам принять правильное решение и приумножить капитал. Редактор субтитров А.Семкин